В наше время на старых вещах, а часто и на случайных находках, можно заработать денег. Подобные находки могут попасть вам в руки в старом доме, на барахолке, да банально при работе в вашем саду. Но как отличить хлам от антиквариата и ценных вещей? Так надо смотреть подобные ролики у меня на канале, они выходят регулярно. Вот так вот, друзья, выглядит повезло. Да-да, именно поисковик пишет, что это его личная находка. Где поднял подобную монету, так в Черкасской области, а именно возле города Умань. Монетка из серебра, как бы средних размеров. Точнее, это у нас 1 четвертая Таллера. Помирание 1635 года. Монета была вся закисшая, чумазая, парень что помыл, но без фанатизма, чтобы не испортить, и решил попробовать обменять на деньги. В итоге, за данным локом сидело 77 человек. Сделали 39 ставочек, и личная находка поисковика была куплена за 111 тысяч и 112 гривен. Это примерно 2750 долларов. Хотя, честно, в большинстве своем находки лучше не чистить точно, но можно слегка помыть водичкой. Вот так вот парень и сделал. Данную находку он поднял возле города Клумач. Это у нас Ивано-Франковская Оглас. Тоже пишет личная находка. Назвал свой лот просто. Сокера Трепилля. Весом 1 килограмм 116 грамм. Данная находка из бронзы. Когда-то, скорее всего, сверкала, сияла и все такое. А сейчас покрыта вот такой вот вековой патиной. Чистить не надо, минус к цене. За данным лотом сидело 24 человека. Ну это любители-то. Сокер Трепилля. Сделали немного, 19 ставочек. Но в итоге такая вот находка была куплена ровно за 25 тысяч гривен. Это у нас примерно 615 долларов. Удачно так подвипикал. Но вот тут вот парню пикать не пришлось. Потому что это у нас сломанные, именно сломанные механизмы часов. Вы правильно поняли? Целая пятилитровая баклажка. А именно 3000 штук. Понимаю логичный вопрос. Пускай и целая бутылка, но сломанные механизмы часов. Кто зачем это продает и покупает? Продавали это в Харькове. А покупает? Кто его знает? Люди бывают по-разному сходят с ума. Но за данным лотом сидело 9 человек. И под конец торгов все-таки кто-то психанул и сделал одну ставочку. И такая вот бутылка часов была куплена. А здесь, внимание, ровно за 80 тысяч гривен. Это у нас примерно 2000 баксов. Вот так вот. За сломанные механизмы часов. Признайте честно. Вы находили монеты Рима? Угу. Настоящие монеты Рима. Я находил римские динарии. Скажу честно, вот даже находил вот такого вот комода. Ну с одной стороны, где портрет. А вот легенда была, увы, другая. Моя была порублена и затертая. А здесь какая-то необычная. Где такое находят люди? Да везде. Где были стоянки ЧК. Вот именно эту находку поднял парень в Волынской области. Так он говорит. И назвал лот просто. Динарий комод. За данным лотом садило 13 человек. Ну это коллекционеры Рима. Сделали 48 ставочек. И вот такая вот монетка с необычной легендой была куплена за 15 тысяч и 3 гривны. Это у нас примерно 370 баксов. Про необычные. Ну куда же необычные. У нас настоящий трезуб Киевской Руси от 19-го столетия. Где такое парень поднял? Так возле Переяслова. Это Киевская область. Материал бронза. Присмотритесь какие интересные и необычные орнаменты. Парень уточняет. Аналоги лота вид судни. Черни местами вид судни. Он имеет ввиду чернение. А вот вага 20 грамм. Я понимаю кому-то покажется что это просто острога для рыбы. Но нет. Это именно трезуб Киевской Руси. За данным лотом садило представьте только почти полтысячи человек. Сделали 213 ставочек. И в итоге такая находка, личная находка поисковиках, была куплена за 125 тысяч и одну гривну. Это у нас больше чем 3000 долларов. Ого. Я понимаю, что вы еще не отошли от предыдущего. Ого. А тут вот кибена. Игрушка-машинка. Педальная. Периода СССР. Название какое красивое. Зиронька. Завод во Львове стоит. Вот честно, сколько делаю подобные обзоры. А вот именно такую зироньку вижу впервые. Форма необычная. И состояние практически новое. Ну, как для таких вещей. Можно сказать, сел да поехал. За данным лотом садило 49 человек. Ну, это те, которые любят дать газ в пол. Под конец торгов кто-то сделал одну ставочку. В итоге такая вот машинка была куплена. А здесь представьте только. За 150 тысяч гривен. Это примерно 3700 долларов. За педальную машинку СССР можно купить настоящий автомобиль. Где вот такое находят люди, да кто его знает. Но парень пишет. Петропавловка. Это у нас, друзья, Сребник Владимира. Четвертого типа. Скажем так. Вес не очень большой. И есть отверстие. Но в таком состоянии монетка как бы мега редкая. Вот поверьте мне на слово, лучше не чистить подобные находки, если хорошо видно рельеф. Но парень почистил. Это его право, но зря. За данным лотом садило 27 человек. Сделали немного. 29 ставочек. И в итоге одна монетка с отверстиями, двумя, была куплена за 138 тысяч и одну гривну. Это примерно 3400 долларов. Ну, то понятно. Древние находки и все такое. Ценные металлы. Понятно, что бывает дорого. А вот у нас шкатулка. Угу. Шкатулка периода СССР. А именно 1956 года. Как бы и не мега древность, да. И ничего тут такого драгоценного. Просто дерево, эмали, все такое. Но уточню. Это у нас как бы Палех. 1956 года. Парень продавал в Одессе. Размерами такое сокловище. 180 на 130 на 50 миллиметров. Не особо-то и большая. И внутри никакого там красного бархата, а просто краска и лак. Но за данным лотом сидело 11 человек. Это те, которые понимают толк старых шкатулок. Сделали 52 ставочки, что есть немало. И в итоге такая вот находка со шкафа бабушки была куплена за 67500 гривен. Это у нас примерно 1660 долларов. Вот признайтесь, а не знающий человек реально мог выбросить? Ну или кому-то подарить? Кому это надо? Старье? А нет. Ну вот подобную находку, если уже нашел, то случайно выбросить не получится. Это точно. Почему? Да потому что вес примерно 100 килограмм. Это якорь. Насечки такие красивые. Якорь 18 века. Где нашли? Так в Николаевской области. За данным лотом сидело 4 рыбака. Почему рыбака? Ну потому что у них лодка есть, а якоря нету. И под конец торгов кто-то сделал одну ставку. Такой вот старый якорь был куплен. Ровно за 30 тысяч гривен. Это примерно 750 баксов. Данную находку поисковик поднял возле Черноморской. Вот когда смотришь и думаешь, и что это такое? Ну это крышка или шайба или это вообще какой-то оплавок. Что это такое? Парень понял, чистить не стал, потому что боялся счистить-то цену. У нас монетка медная. Как понятно, так число ВДИ подсказало. Вес как бы не маленький, 15,2 грамма, диаметр 32 миллиметра. Когда смотришь, толстая, ну точно как моя соседка. За такой чумазой находкой следило всего-то 4 человека. Но сделали 33 сталки. И в итоге такая вот не очень большая и немытая монетка была куплена. За 11 тысяч и 2 гривны. Кому интересно, что-то будет если отмыть, так сова. Птица, сова. Это древняя античная монета. Вот такую вот голову нашел парень в старом доме. Угу. Это чугунина. Реально чугунная вот такая вот голова. Если быть точным, это пепельница. Недаром говорят, что курение это зло. Это зло парень нашел в доме в Лубнах. Это Полтавская область. За данным лотом следило 6 человек. Но это те, которым деньги девать некуда. И они курят с такими ценами в наше время. Но не про то. Сделали 95 ставочек. Ну вот так уж и кухней хотелось покурить, да? За вот эту вот чугунную пепельницу. В итоге она была куплена за 1310 гривен. Это примерно 32 доллара. Вот напишите, кто курит. Вы бы купили себе такую вот пепельницу? Или все-таки нет? Все-таки страшно я. Последний лот тоже не просто страшный, а очень страшный. Но не внешним видом, а своей ценой. В большинстве своем марки там где цветочки, олени, лоси, спорт и все такое как бы стоят недорого. Ну альбом может стоить 10, 15, 20 долларов, если повезет. Но это не тот случай. Парень пишет, что это альбом, так сказать, земская почта. Коллекция в количестве 1139 марок. Простыми словами, это все марки царского периода. Выпускались еще при царях. Чем ценны? Да потому что они из бумаги. В земле найти не вариант. Это чердак или у кого-то где-то в сундуке. Ну как вы понимаете, да? Не часто находят, значит редко. А редко, значит дорого. За лотом сидел 31 человек. Торги шли, никто ставок не делал, все следили. Но в лоте была блицена и кто-то под конец торгов по-быстрому. Клац и одну ставочку, ну чтобы не перебили. В итоге такой вот альбомчик, в который входит чуток больше 1 тысячи царских марок, был куплен. А здесь только внимание присядьте. За 350 тысяч гривен. Это у нас примерно 8600 долларов. Вот так вот. Так что друзья, если у вас есть какая-то компания или старые вещи, которые есть желание обменять на деньги, а не знаете как, напишите мне по ссылочкам снизу, подумаем вместе. И если вам вдруг так вышло, что нравится видео, которое я делаю, можете стать спонсором канала. Поддержка никогда не бывает лишней.